Выступать на подиуме, несмотря на инвалидность, возможно. Это уже второй год, доказывают барнаульские девушки. Сейчас они готовятся к конкурсу красоты. Все участницы на инвалидных колясках. Ольга Деянова побывала на репетиции. Светлана немного волнуется. Она спешит на первую репетицию конкурса красоты для девушек на инвалидных колясках. Визитная карточка, вокал, хореография и домашнее задание. И также конкурс фотосессии. Координатор Мария готовит участниц к испытаниям. Для нее это не в новинку. Впервые конкурс состоялся в прошлом году и прошел на городском уровне. В этом уже заявились участницы из Новолтайска и Павловска. Каждая из них будет претендовать на главный приз – звание Мистер Рассвет. В этом году будет еще одно нововведение – номинация для мужчин. Они будут бороться за звание Мистера Рассвет. Хоть у нас их мало, всего двое, но мы все равно будем делать. И пусть будет так, как будет, как у нас получится. Все конкурсанты друг другу не конкуренты. Дух взаимоподдержки здесь, пожалуй, сильнее, чем где-либо. Независимо от того, получит ли кто-нибудь корону или выиграет одну из номинаций. В этом году было так же, как бы конкуренции вообще никакой не было. Было какое-то доброе, теплое какое-то общение и не было, чтобы там кто-то ругался между собой во время конкурса. Чтобы подготовить участников, с ними работают профессиональный хореограф, фотограф, преподаватель по вокалу, визажист. К слову сказать, мастер мейкапа Елена Конозова на личном примере знает, как важно девушке с ограниченными возможностями чувствовать себя женственной. Несмотря на то, что ты не такая, как другие, тебе нужно идти вперед и делать, прикладывать усилия, и только тогда получится какой-то результат. Кто из них станет главной красавицей на инвалидной коляске, определит жюри. Это профессиональные актеры, музыканты, танцоры. Конкурс состоится в самый женственный день в году, 8 марта. Ольга Деянова, Анатолий Фукс, Новости.